Александр Федорович Сергеевич Здравствуйте, друзья. Я у вас здесь. Прошу прощения, я буду говорить по-русски, чтобы сэкономить все время, приходится в голове переводить. Значит, мы с вами видимся не первый раз. Я у вас здесь выступал, будучи кандидатом в городские головы. И, собственно, сейчас я уже на позиции городского головы. И, знаете, нам надо вообще отойти от вот этих вот мышлений, вот, знаете, советских. Забрать, отобрать, передать, коммунизировать. У нас здесь коммунальное имущество, коммун давно нет, а коммунальное имущество есть. Никто ничего у вас не хочет забирать. Я просто хочу, чтобы давайте не оперировать терминами, которых здесь не должно вообще присутствовать. Здесь действительно много вопросов звучит о том, что можем ли мы финансировать из Николаевского городского бюджета эту больницу. Ответ нет. Мы не можем. Так как она не находится в нашей собственности, коммунальной собственности, мы ее финансировать не можем. То, что мы получаем субвенцию на лечение граждан Николаева, часть из этой субвенции мы просто перечисляем на лечение граждан, николаевцев, которых, в общем, здесь в Корабельном районе около 62 тысяч, и которых по аналитике прошлого года лечилось здесь около 62 процентов, по-моему, да? 65 процентов. То есть, фактически 65 процентов посетителей здесь находятся городские. Вопрос для меня, вообще, вот честно говоря, для человека, который из бизнеса, мне кажется, что в этом вопросе слишком много эмоций, а должна быть математика. Только математика. Сколько получает денег из городского бюджета больница? Сколько получает денег из районного бюджета больница? Сколько денег еще необходимо? Далее. Как мы можем финансировать, чтобы... Что должно вообще случиться в конце? Для чего мы хотим инициировать передачу или не хотим? Для чего депутаты инициировали эту передачу? Для чего? Наверное, для того, чтобы улучшить состояние больницы. Даже, давайте берем худший случай, депутаты хотят больницу передать, чтобы что здесь делать? Приватизировать? Не было такого в Украине еще случая оперативизации больницы. Дальше, второй вопрос. Смотрите. Вот у нас есть в Николаеве, простой, приведу пример, который идет параллельно в нашей жизни. Пример городских ПТУ. Сколько человек учится ПТУшников в наших ПТУ? Сколько процентов Николаевцев? Знаете, сколько? Немного. 25 процентов. Ну, 25 процентов, около того. То есть, одна четвертая ПТУшников, Николаевцев, учится в ПТУ. Остальные это люди из области, которые приезжают в Николаев получить профессию. Сейчас нам государство хочет передать ПТУ на баланс. Мы хотим принимать? Нет. Да, на финансирование. Мы вам даем на финансирование. Почему? Потому что нам дают финансирование, но давать возможность оптимизировать, реструктуризировать, обращаться с майном. Мы не имеем права. Нам просто дают полномочия финансировать. В общем, около 91 миллиона нужно на финансирование ПТУ. Нам выделили 18. 18. То есть, из государственного бюджета, вы поняли, да, остальные деньги мы должны сейчас, на данный момент, найти в городском бюджете. Депутаты проголосовали. Поэтому я не пришел сюда вас не упрашивать, не передавать, не оставлять. Я просто пришел послушать, измерить, как говорится, температуру по палате, чтобы понимать, чего хочет коллектив, и чтобы он получил объективную информацию. Здесь негде лежа между депутатами облсовета, горсовета, городским головой и районной радости. Это полностью, вот сейчас громада примет решение. Единственное, что я хочу, чтобы здесь не происходила подмена терминов. Какой бы ни была форма властности больница. Если мы говорим о том, что она будет лечить и жителей Николаева, и жителей района, при любых условиях, я как городской голова говорю, что мы ее, даже если не заставят, надо принимать. Я скажу, что мы ее будем принимать только в том случае, если район будет передавать сюда субвенцию на финансирование этой больницы. А зачем? Вот возникает вопрос, зачем. Тут уже вопрос, то есть математика. То есть если больница x делить на 2, финансируется x на 2 с района, x на 2 из города, то город просто так на себя эти обязанности не возьмет, чтобы x умножить на 2 получать опять из городского бюджета. Поэтому мы будем получать тоже требовать из района. То есть понимаете, да, о чем я говорю? Как часть финансировалась оттуда, так часть финансировалась отсюда. Как плюсы, так и будет. Что, какие плюсы могут быть, да, гипотетически. Я сейчас представлю ни на передачи, ни на чем. Гипотетические плюсы, что действительно, как правильно сказали, наш городской бюджет имеет больший бюджет развития. Наш бюджет развития, он, конечно же, больше, чем весь бюджет района, да, понимаете, да, на 100 миллионов. Но вопрос в другом. Вопрос в другом, то, что действительно бюджет развития мы должны распределить и на больнице. И наша больница, которая у нас уже есть в собственности. И на ЖКХ, и на учебные заведения, и на все, на все, на все. И на трамвае, и на троллейбусы, и так далее. Я вам здесь ничего не пришел обещать. Вы помните, в прошлый раз, когда мы с вами встречались, я вам сказал, троллейбуса не будет, в ближайшие десятилетия. Говорил вам такое? Говорил. Говорил. А создавали корабельный район, Александр Граджи, вы, наверное, помоложе, в том числе, и обслуживали под троллейбус. Все здесь, кто встретили корабельного района, знают. Значит, дорогие, смотрите, смотрите, действительно, троллейбус самая дешевая у него инфраструктура из электротранспорта, она в данный момент. Ну, пока нам это не стало. А вы говорите, пришли, те говорили, все шуфуют, а вы говорите, в житель. А я вам говорю правду. Я вам говорю правду. А тебе говорили неправду. Конечно, вы знаете, где мне назвал. В 89-м году. Вы же знаете, какой анекдот этот про доктора, когда приходит мужик взрослый и говорит, там, вот мой сосед говорит, что у него женщина на этой трассе. Вы тоже говорите. Понимаете, они вам тоже говорили. И что, троллейбус появился у вас? Я скажу. Да. Прочите, ребята. Есть проблемы с инфраструктурой, мы изучали не этот вопрос, я тоже его поднял. Кроме того, что нужно провести вам троллейбусную инфраструктуру, нужно еще изменить ширину дорог в некоторых местах и так далее. Это сложный вопрос. Я к чему говорю? К тому, что я вам здесь не пришел обещать, что вы передадите в городскую властность больницу, да, депутат района, сразу у вас здесь все. Появится парад для кварцевания актового зала, там, и все остальное. Не будет этого. Поэтому, действительно, вопрос просто зависит от того, что можем ли мы больше, сможем ли мы финансировать город, тратить на улучшение инфраструктуры больницы. Скорее всего, да. Другой вопрос. Нас с нашим бюджетом, как говорится, простите за мой французский, из трусов не выпрыгнуть, да, то есть мы не сможем сделать больше, чем нам дано в бюджете денег. То есть, если мы намечтали себе, что мы больше положим денег на ремонт этой больницы, в этом году точно этих денег нет. Мы их на вас не запланировали. Вот. Может быть, в следующем. То зависит от экономической ситуации. Александр Ильич, как понимать правильно, вы, ну, как понимать правильно, вот я хочу просто спросить, чтобы услышали, вы на кого на нас не запланировали? На меня, как жителя корабельного района, вы не запланировали? Или же, одну минутку, уточните, или же вы не запланировали на сотрудников, персонал жертвевой больницы? На кого уточните? Я сейчас говорю, о, я считаю из персонала данного учебного заведения. То есть, я говорю, что мы не запланировали денег на ремонт этой больницы. То есть, денег на улучшение инфраструктуры, я не говорю ремонт. Я говорю, система отопления, освещения, ремонт крыши и так далее. То есть, этих денег в бюджете города точно нет. И на этот год они не закладывались. И до конца года, даже если мы с вами вот раз, и она перевелась. На жителей корабельного района запланировали? На жителей корабельного района. Как вам правильно сказали, рассчитывается финансирование на человека. У нас есть жители корабельного района, и на эти деньги мы запланировали и перечислили даже. Ну, не перечислили, субвенция запланирована. Поэтому, послушайте, пожалуйста, внимательно. Здесь нет никаких таких, как вам сказать, имущественных интересов. Поймите, лечебные учреждения это не прибыльные организации, где можно заработать денег. Это не парк какой-то, где можно поставить какие-то качельки и заработать на этом денег. Это заведомо растратный, скажем так, пункт городского бюджета. Поэтому, единственное, что, если депутаты районной рады так настаивают на том, что не передавать, хорошо, займитесь вопросами. Займитесь вопросами энергоэффективности, займитесь вопросами утепления. Есть компания НЕФКО, которая дает кредиты под малые проценты, там 0,65%. Есть компания ИФФП, которая помогает. Мы сейчас третий роддом, проводим термосанацию и будем проводить там утепление за счет европейских грантовых денег. Займитесь этим вопросом. Не хотите передавать, но это не должно быть так. Сам НЕГАМ и другому не дам. Тем более, что здесь ни другого нет, ни самого. Здесь все наше общее. Потому что, как бы не менялся флаг, помните, как свадьба в Малиновке, Буденовка, как бы не менялась этого человека, а голова остается в то же самое. Как бы не менялся здесь флаг и документы, все равно как лечились граждане, Николаева и Жовтневого района, так они и будут лечиться. Не будут же там паспорт проверять, ты кто, откуда. Понимаете? Так что, давайте получать достоверно информацию. Давайте не искажать информацию, давайте говорить друг другу правду. Да, действительно, мы сейчас... Ну, возможно, у вас есть подозрение, что выгонят жителей Жовтневого района из этой улицы. Не выгонят. Повлияет ли это на заплаты работников? Не совершенно. Повлияет? Нет, не повлияет. Не в большую, не в меньшую сторону. Конечно. На что это... Единственное, на что это может повлиять, и опять же, гипотетически, это действительно на ваше состояние больницы. Да? Но опять же, этого гарантировать не может. Но для того, чтобы мы могли начинать об этом вести разговор, да, действительно, она должна быть в собственности города. Потому что город не может финансировать объекты, которые ему не принадлежат. В частности, вот, например, сейчас у нас там... Вот школа фехтования находится на территории города новая, которая там на проспекте города Старинграда. Чего мы ее не финансируем? Да потому что мы не имеем на это права. Потому что она находится в другой собственности. Хотя она нам нужна. Музей там, например, судостроения и флота. Приходит в плохой вид на территории города. Но не принадлежит он нам. Не можем мы его финансировать. Единственный музей такой, скажем, ну, у нас появился еще второй, второй фразы. Не уходя от темы, значит, хочу закончить свою речь такой фразой, что да, действительно, принимать решение по передаче вашей больницы в Николаев, в город, будет принимать действительно районная жухневая рапа, да? Мы ничего, там, вымогать, крутить руки, у нас нет ни полномочий, ни желания. Была озвучена идея. Была озвучена идея среди препутатского форума. Была озвучена идея среди некоторых политических, некоторых политических фурганов. Поэтому, еще раз говорю, в этом году ничего точно не поминается. Никуда, никуда. Что будет в следующем году? Ну, будем понимать в следующем году. Можно, конечно же, и распределить бюджет, который уже запланировали, имея возможности. Можно будет перераспределить бюджет. Но, поверьте мне, мы и так его уже распределили, как только можно было. Поэтому обманывать вас, говорить вам, что мы примем вас, и через месяц у вас здесь начнутся перемены, ну, нет. Но, в любом случае, этот разговор нужно вести, и разговор должен быть не, скажем, на уровне амбиции, чье это будет, чье это будет здание, кому оно будет принадлежать. Все равно, опять же, медицина финансируется из государственного бюджета, из госсубвенции. Поэтому мы говорим о том, о улучшении инфраструктуры. И если нет, ну, хорошо, нет, так нет. Но займитесь, это вы больницей, пожалуйста. Займитесь ее утеплением, займитесь ремонтом, получайте грантовые деньги. Она не должна быть просто, знаете, предметом торга. Вот такое мы и мы видим. Можно я? Да. Спасибо.